Ждать ли торнадо жителям Татарстана в ближайшее время? Он насекает тогда, этот вихрь, когда мы относили очень большую неустойчивость термически. Вот как сегодня, перегрев сегодня еще и так, и когда здесь фронт. Какое лекарство разрабатывает молодой ученый КФУ? На первом этапе происходит оценка безопасности препарата и только безопасности, а далее уже оценивается его эффективность для лечения заболеваний. Что за рукопись оказалась в фонде Казанского Федерального Университета? Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии Геральдики. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс о студии Елизавета Никитина. В рамках празднования 60-летия ректора Казанского Федерального Университета Ильшата Гафурова делегация Киргизской Республики во главе с заместителем руководителя администрации президента Киргизской Республики Женишбеком Асанкуловым прибыла в столицу Татарстана. В связи с этим полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев объявил о присвоении ректора КФУ почетного звания А также вручил орден за значительный вклад в социально-политическое развитие, укрепление межнационального единства, дружественных связей между народами Кыргызстана и Татарстана. На территории Среднего Поволжья, в том числе и в Татарстане, может возникнуть торнадо. Ждать ли жителям в ближайшее время опасного природного явления узнавал наш корреспондент. Торнадо для России большая редкость. Он может поднимать многотонные самоспалы, грузовики, швырять десятитонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие-многие километры вместе со своей живностью. Возможно ли такое явление у нас в Татарстане в ближайшее время? Смерть не такое-то частое явление, но все-таки происходит, и у нас здесь в Казани происходит это, как правило, в дневное время. По словам профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрия Переведенцева, в настоящее время погода в стране определяется прохождением холодного атмосферного фронта. Наблюдается перепад температур, это может привести к грозам, высоким порывам ветра, а также к образованию смерча. Он возникает тогда, этот вихрь, когда в атмосфере очень большая неустойчивость термическая, вот как сегодня, перегрев сильнейший, так, и когда вблизи фронта. Как прокомментировал Юрий Переведенцев, холодный фронт на Казани опустится ночью, что существенно снизит возникновение торнадо. Завтра и в последующие дни температура будет ближе к климатической норме. Таких знойных дней больше не ожидается, и в целом погода в августе будет чуть выше нормы. Елизавета Никитина, Универ-Ньюс. Подведены итоги конкурсов на соискание стипендий президента и правительства России. В новом учебном году специальные выплаты получат 16 студентов Казанского федерального университета. Лекарства от почечной недостаточности разрабатывает молодой ученый Казанского федерального университета Марина Гомзикова. Исследования получили грантовую поддержку Российского научного фонда. О разработке средства, способного заменить трансплантацию органа, расскажет наш корреспондент. По статистике, за последние 20 лет заболеваемость почечной недостаточностью в России увеличилась в 4 раза. И если на ранних стадиях болезнь, приводящая к нарушению всех функций почек, поддается медикаментозному лечению, то на поздних стадиях оно бессильно. В таком случае состояние пациента будет зависеть от диализа, удаляющей из организма продукты, обмена веществ и жидкости, которые почки не в состоянии удалить. Но диализные кабинеты не справляются с большим потоком пациентов. Альтернативным вариантом может оказаться пересадка органа. Для трансплантации органов существует недостаток, острый недостаток донорских органов. И кроме того, при трансплантации органов есть риск отторжения. И актуальность проекта, и для чего мы разрабатываем наш биомедицинский препарат, это для того, чтобы избежать диализа и трансплантации органа, а стимулировать восстановление ткани почек пациента. Разрабатываемое учеными КФУ Лекарсо представляет собой физический раствор, который будет вкалываться пациенту внутривенно. В нем будут находиться так называемые микровизикулы, проще говоря, микроскопические пузырьки, выделяемые клетками как животных, так и человека. Стоит отметить, что Марина Гомзикова вместе с коллегами начала изучать их практически 10 лет назад. За это время удалось установить, что микровизикулы стимулируют выживаемость клеток, прорастание кровеносных капилляров и подавляют нежелательные иммунные реакции. Мы исследовали их восстанавливающую активность, то есть регенеративную активность на различных моделях повреждений органов. Это повреждения нервной ткани, это повреждения легочной ткани. И вот в настоящем проекте мы исследуем их биологическую активность и способность стимулировать регенерацию на модели повреждения почек. Сами по себе микровизикулы – это лишь переносчики биоактивных молекул. В норме они выделяются почти всеми клетками организма, но больше всего целебных свойств содержат микровизикулы стволовых клеток. Их выращивание происходит в специальном инкубаторе. Вот в таких фласках мы выращиваем клетки человека и животных. Они находятся сейчас в питательной среде. Клетки прикреплены к дну чашки. Следующим этапом исследований станет введение раствора из микровизикул лабораторным мышам. Главным критерием успешности станет сначала безопасность, а затем эффективность средства. Лишь при строгом соблюдении этих факторов участвовать в клинических испытаниях смогут в дальнейшем и люди. На первом этапе происходит оценка безопасности препарата и только безопасности. А далее уже оценивается его эффективность для лечения заболеваний. По словам Марины Гомзиковой, при эффективности микровизикул лекарство может быть разработано уже через 6-8 лет. Препарат сможет помочь не только в лечении почечной недостаточности, но и при токсических повреждениях внутренних органов. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюс. В следующем сюжете мы расскажем, как один из основных источников для изучения родовой геральдики России. Рукопись из библиотеки Потемкина гербовник Анисима Князева оказался в фонде Казанского федерального университета. В декабре 1786 года русский геральдист Князев преподносит дар императрице Екатерине II собрание фамильных гербов. Рукопись совсем скоро попадает в библиотеку князя Потемкина. В 1798 году ее передают в Казанскую гимназию, а затем в Казанский университет. Мы вводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета, чтобы вместе с вами увидеть рукописный гербовник Анисима Князева. Почти сто лет рукопись лежала в забвении. В 1882 году Анис сообщил Артемьев в работе о писании рукописей, хранившейся в библиотеке Императорского Казанского университета, охарактеризовав гербовник как одну из замечательнейших рукописей Казанского университета. Из футляра, который состоит из бескислотного картона, мы достаем гербовник Анисима Князева. Нужно сказать, что автором он был преподнесен Екатерине Второй, императрице. Он был в библиотеке князя Потемкина, и после этого он уже попал в библиотеку Казанского университета. Мы приоткрываем. Здесь можно обратить на золотое оформление. Мы начинаем с вами, открываем, и на первой странице мы можем прочитать как раз собрание фамильных гербов Российской империи. И дальше мы с вами можем обратить на алфавитное расположение. Здесь мы можем найти и князя Потемкиных, вот здесь под этим номером. Князев по принадлежности выделял три вида гербов – индивидуальные, семейные, родовые. Наряду с мужскими именами в труде зафиксировано 25 печатей, которыми владели женщины, и пять брачных гербов – щиты мужа и жены. Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии Геральдики. В тексте исключено сведения о 377 дворянских родах и принадлежавших им 527 изображениях их гербов. Как известно, по поручению императрицы, данному князеву в 1776 году, он делал выписки в Московском разрядном архиве о дворянах, дворянских службах и доказательствах на дворянство, а также составлял алфавитный реестр всех хранившихся в архиве дворянских родословных с объяснением происхождения родов. Результатом этой работы стала рукопись «Выбор и законов о дворянстве». Очевидно, составление гербовника также можно считать результатом работы князева в разрядном архиве. В предисловии посвящения гербовнику он определяет место гербов среди дворянских преимуществ. Они являются очевидными знаками заслуг каждого дворянского рода перед государем и отечеством. Поэтому пользование гербами дозволяется только с санкцией правительства. Илья Андреев, Булат Садыков, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова